Владыка, и, конечно, искренне благодарю нашего первосвятителя, святейшего патриарха московского и сервиса Кирилла. Для меня его поддержка чрезвычайно важна, как важно и ваше присутствие, дорогие архипастыри, которые сегодня прибыли в наш кафедральный садок. Я искренне вас за это благодарю, за ваши святые молитвы, за вашу поддержку. Хотя, конечно, сегодня особый день, как сегодня говорил и проповедник, да каждый из нас сегодня понимает и знает, что накануне Великого Поста Церковь предлагает нам в течение нескольких подготовительных недель определенные темы для размышления. И вот сегодня, в этот воскресный день, мы размышляем о страшном суде, который никто не избежит из живущих на земле людей. Ну и, конечно, то, что сегодня в день страшного суда, в день моего 65-летия, в день рождения, ох, вы знаете, повод такой поразмышлять. Действительно, и премудрый сын Сирахов говорил, помни, последняя твоя и не согрешишь. И, конечно, если будешь помнить о страшном суде, то жизнь совершенно будет идти по-другому. И для меня лично сегодня, или сегодняшнее такое совпадение, день рождения, день памяти о страшном суде, намек для размышления, Павел, подумай, не робит час, и тебя Господь призовет. Поразмышлять, подобает не только каждому, но мне в особенности, потому что все мы собрались в этом соборном храме вместе с архипасторами, пасторами, которые имели сегодня возможность прибыть на это богослужение. Поэтому я всех вас, дорогие архипасторы, благодарю за ваши молитвы, за вашу поддержку. И, конечно же, я думаю, каждый из нас должен понимать и рассуждать, как говорил некогда блаженный Августил, держи ум свой в ааде и не отчаивайся. Вот и сегодня Церковь нам, предлагая внимание, которое о страшном суде, тем не менее нисколько не вызывает и не пытается вызвать чувство отчаяния у людей, а предлагает, поразмыслив, изменить свой прежний порочный образ жизни, если он был такой. А если был просто равнодушный, то подумай, человек, еще пока ты живой, у тебя есть возможность совершить что-то доброе, полезное, спасительное и для твоей души, и для окружающих людей. И, конечно же, чрезвычайно важно, что Господь открыл нам то, что у нас будут спрашивать на страшном суде. Я очень часто, когда беседую со школьниками или студентами, говорю, наверное, каждый из нас был бы очень рад, если нам сказали, что нас будут спрашивать на экзаменах. Правда? Все говорят, конечно, хорошо. Так вот, Христос Спаситель нам и раскрыл эту тайну, то, о чем будет Он спрашивать у нас на страшном суде. Он не будет спрашивать, кто какое положение занимал в жизни, кто какой институт или университет окончил, а будут спрашивать о делах добра, любви и милосердия. Вот это чрезвычайно важно. Ну и, конечно, сегодня лично для меня, человека, который достиг уже какой-то определенный возраст в жизни, или, как мы иногда говорим, в нашей жизни уже наступает вечер, и пора уже поразмышлять о том, что нас ждет в будущем. Конечно, сегодня есть возможность поразмышлять, что же было раньше. И вот я уже сегодня, исходя из небольшого опыта своей жизни, могу сказать, вы знаете, так много было разного в моей жизни, я много уже увидел, и сегодня могу сказать, Господи, а ведь так много времени мы растрачиваем понапрасну. Друзья, братья, сестры, подумайте, так много времени мы растрачиваем понапрасну. Кто-то на нас не так посмотрел, кто-то не так о нас сказал, кто-то нас пытается столкнуть. Господи, а сегодня, уже по прошествии стольких лет жизни, я могу сказать, вы знаете, многие мои сверстники, друзья, уже перешли порог жизни. Они уже в загробном мире. И вот я, вспоминая их, могу сказать, вы знаете, слава Богу, я ни на кого из них не держал зла, я ни с кем не ссорился, а если были какие-то у нас, может быть, дебаты, были разногласия, то мы находили возможность, как учили нас наши наставники, завершается наше общение друг с другом или вечер наступает, попросите друг у друга прощения. Вот в классах, в аудиториях мы, студенты, спорим между собой. Я думаю, что наши архипастыри и пасыри знают, как это бывает в школах, в духовных школах, спорим, разногласия. Но в церкви есть замечательная традиция и практика. Расставаясь друг с другом, просить друг у друга прощения. Прости меня, брат, Бог тебя простит, а ты меня прости. И на следующий день мы встречаемся, как лучшие друзья. И вот очень важно об этом помнить, тем более, что на следующее воскресенье мы будем просить друг у друга прощения. И, наверное, мне сегодня в свой день рождения следует у всех попросить прощения, потому что уже все-таки 65 лет. Слушайте, даже не верится. Кто-то взрослеет, дети растут и взрослеют, а я даже не чувствую своего возраста. Но жизнь-то все равно проходит. И вы знаете, вчера мы же с вами вместе молились о всех усопших от века православных христиан, мы поминаем всех, кто сегодня уже в загруппном мире. И вот я сегодня в свой день рождения, вы знаете, как-то я уже говорил об этом, но не могу умолчать, потому что вопрос о жизни, о смерти, о страшном суде, он настолько таинственный, этот вопрос. И он непонятен для нас. Именно поэтому Христос в Осетии рассказал о такой притче, о том, как будет проходить страшный суд. Но как он будет на самом деле, никому из земнородных это непонятно. мы не знаем, как это будет. Ведь совершенно не случайно апостол Павел, говоря о себе, но по своей скромности он сказал якобы о третьем лице. Я знаю такого человека, говорил он, только вот не знаю в теле ли или вне тела он был взят до третьего неба. И что он там видел и слышал? О, как человеческое не видело, с уха не слышало и на ум человеку не приходило то, что уготовал Господь любящим его. То, что там в загробном мире невозможно изъяснить человеческим языком, говорил апостол Павел. Действительно нам непонятно. Но чтобы хоть как-то было понятно, Христос Спаситель рассказал вот сегодняшнюю притчу, которую мы слышали, о том, как будет проходить страшный суд. И, конечно, о гиене вызывает очень много вопросов. Но как это, если он Господь что-то любимый, как он может позволить, чтобы люди, души горели в огне, правда? Но как это может быть? Но все, что говорил Христос Спаситель, это образное выражение, что было понятно нам. Вот сегодня даже для каждого из нас, я не знаю, понятно, что такое гиена, нет? Думаю, что не всем понятно. А вот тем, кто жил в Иерусалиме, кто бывал в Иерусалиме, кто хоть когда-нибудь посещал эту гиену, для того понятно будет. А вот для израильтян, которые жили во времена Христа Спасителя, гиена, всем было понятно. Это городская свалка, далеко от города. Там все время смрад, там все время ходят какие-то шакалы, вот эти гиены, знаете, там разная нечисть находится, и люди туда вывозят мусор, и они выводят носы свои затыкают, чтобы побыстрее только оттуда утра. Убежать оттуда неприятно там находиться. Вот когда Христос Спаситель говорил, вот как в гиене будете мучиться, и всем израильтянам тех времен было понятно. Это все равно, что быть на свалке все время, да? А сегодня мы это несколько иначе пытаемся понять. И уже исходя из опыта Церкви Христовой, многовекового опыта становится понятно, понятно и страдания Христа Спасителя на кресте, и то, что Он в одно мгновение только ощутил это страшное страдание, которое будет переживать человек в загробном мире, который отказался от Бога. Это Бога оставлено. Вот это состояние Христос Спаситель ощутил в одно мгновение, находясь на кресте. Он все претерпел, и страдания, и предательства, и ложное осуждение, и даже распятие на кресте. Но вот то, что Бог Отец его оставил, Он это пережить не мог. И Он на кресте воскликнул, Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил? Вот чтобы мы могли хоть как-то прикоснуться и понять, что же такое будет Бога оставлено. Даже Сын Божий не мог спокойно перенести. За гонителей молился, за распинателей молился, а Бог оставлено пережить спокойно не мог. Вот такое состояние будет у тех людей, которые оставили Бога, отвергли Его. Но чтобы это еще раз понять, конечно же, должен быть и нужен для этого опыт человека. Я часто вспоминаю, как-то я уже рассказывал о своем друге, с которым я учился в семинаре, в академии, и мы с ним очень были близки, с одного мы города были, и общались вместе, и учились вместе, и так случилось, что он последние годы, я, может быть, уже рассказывал, мне надоело? Нет? И вот он уже, он тоже был священником, протеерей, и последние годы очень сильно страдал, у него был страшный диабет, и он уже был, что называется, обречен на скорейший переход в загробный мир, он уже это поднимал, уже готовился, переносил с терпением, со смирением эту страшную болезнь, и когда я веду послушание в Австрии, в Венгрии, он где-то после Рождества Пресвятой Богородицы в сентябре мне звонит и говорит, Владыка, ты знаешь, я так себя плохо чувствую, меня уже реаниматоры с того света достали, он сказали, что это последний раз, больше они уже не в состоянии будут меня оттуда вернуть, я скоро уже перейду, приезжай, а мы с ним вот, знаете, общались все время, говорит, приезжай, я хочу, чтобы ты меня отпел и похоронил, это было в конце сентября, и я ему говорю, отец Михаил, знаешь, я приеду на преподобного Сергия, мы с ним по телефону говорили, я ему говорю, я приеду на преподобного Сергия Радонежского на 7-8 октября, ну готовься, я говорю, после праздника я тогда тебя отпою, готовься, вы знаете, и в трубке пауза, тишина, и потом он мне говорит, ты знаешь, ладыка, мне рановато будет на преподобного, давай чуть попозже, я говорю, а попозже, я уже в командировку уеду, меня не будет, он говорит, да жаль, так хотелось, чтобы ты меня отбивал, похоронил, и вы знаете, ну так случилось, я приехал, он еще был в госпитале, потом я уехал в командировку дальнюю, как мне и предписал святейший патриарх, он умирает 21-го октября, его отбили, похоронили, я был в командировке, проходит какое-то время, а я, знаете, в таких случаях всегда вспоминаю бабушку, она, когда мы еще маленькие были, она говорила нам, если покойник тебе приснится, ой, будь осторожный, если еще будет обнимать, ой, не обнимайся, заберет к себе, да, вот такое суеверие было, да, у бабушки, и вот я вижу своего друга, отца Михаила, и вот он идет навстречу, руки вот так распростер, и говорит, «Ладыка, как я рад тебя видеть!» Я говорю, «Подожди, подожди, отец Михаил, подожди, подожди, ты же умер, отец Михаил». И он мне говорит, «Нет, ладыка, я не умер, я живой, ладыка». Я говорю, «Как ты живой? Мы же тебя отпевали, похоронили тебя». И он мне говорит, вот так пальцы машет, и говорит, «Нет, ладыка, а ты меня не отпевал, ты меня не хоронил. Вы знаете, я очень часто это вспоминаю. У меня много подобных, нечто подобных случаев в моей жизни. И действительно ведь жизнь-то продолжается. Вот на таких маленьких, может быть, показательных явлениях Господь нам открывает, что жизнь за гробом продолжается. Он действительно не умер, Он действительно живой. И вот сегодня, вспоминая Его и многих других моих сверстников, которые уже перешли в загробный мир, мне хочется сказать, Господи, ну ради чего мы ссоримся друг с другом? Ради чего мы, может быть, выясняем какие-то отношения? Да нам Господь дал такой краткий период жизни на земле. Друзья, братья и сестры хочется сказать, давайте жизнь свою проводить так, чтобы нам не было мучительно, больно, когда мы оставим этот мир, а вернемся назад и посмотрим, Господи, понапрасну жизнь прожили. Поэтому вот сегодняшний день воспоминания о страшном суде это еще один для каждого из нас призыв, намек, призыв. Давайте, братья и сестры, жизнь свою проводить благочестиво, праведно и свято. Поэтому хочется сегодня, несмотря на то, что на следующий, только воскресный день мы будем просить прощения друг у друга, хочется пожелать, чтобы мы научились просить прощения друг у друга как можно чаще. А еще лучше, чтобы каждый день поговорили, пообщались, расходясь, будем просить друг у друга прощения. И вот следующий день у нас будет начинаться с чистого листа. Мы будем друг к другу относиться по-доброму. Пусть страшно, неделя о страшном суде нам напоминает о том, что правда Божия была, есть и она вечна, она существует, но она в полноте откроется только после второго страшного суда, когда придет Господь судить на землю живых и мертвых. Ну и, конечно, сердечно еще и еще раз хочется поблагодарить всех вас, дорогие ахипастеры, дорогие отцы, братья и сестры, за ваши святые молитвы. Хочется и у вас попросить прощения, поддержки вашей молитвенной, потому что действительно, когда мы будем забывать обиды, когда мы не будем обращать внимание на какие-то мелочи, неприятности, когда мы будем стремиться созидать нашу жизнь, тогда она будет совершенно по-другому, и нами восприниматься, и переживать мы ее будем по-другому, и вся наша жизнь будет наполнена делами любви, милосердия, сострадания, созидания. Вот мне хочется пожелать, чтобы сегодняшний день воскресный, воспоминания о страшном суде, не вызывал ни у кого никакого чувства отчаяния, а только благодарения Богу. Слава тебе, Богу, благодетелю нашему! Во веки веков тебе слава! За то, что ты напоминаешь нам о краткости жизни человека на земле, ну и, конечно, за то, что ты, Господи, всегда пребываешь с нами во все дни нашей жизни. Я думаю, что каждый из нас может вспомнить множество случаев в своей жизни, когда мы в самых безвыходных ситуациях ощущаем присутствие Божие в нашей жизни. Разве это не чудо? Разве это не милость Божия? Поэтому мне хочется в этот праздничный воскресный день пожелать всем вам крепкого здоровья, дорогие братья и сестры, помощи Божьей в трудах, и пусть никто не спотыкается. А если споткнулся и упал, помните, милосердный Господь ждет от нас искреннего покаяния и исправления и доброй, благочестивой жизни. Аминь. Исполайте, дескота, Владыка. Спасибо, Господи, всех вас за ваши святые молитвы. Архипастыри, еще и еще раз благодарю и прошу вас, дорогие архипастыри, ваших святых молитв и поддержки в моем служении. Вот такое мне жребие выпало. Ну, что делать? Я знаю, как это делаю. Поэтому прошу святых молитв и прошу прощения. Спасибо, Господи.